Здравствуйте! В эфире образовательный проект БЛМ. Тема сегодняшнего выпуска – система критериального оценивания. Абсолютно ничего не понятно, что это за зверь. С чем его едят? Что за слово такое? Система критериального оценивания – это система, благодаря которой мы сможем оценивать критическое мышление ребёнка. А учитель сможет продемонстрировать свой индивидуальный подход к учёбе. Проще говоря, это система, при которой дети не будут бояться оценок. То есть в течение всей своей школьной жизни они будут себя чувствовать достаточно комфортно. То есть ключевое слово – оценка. Ну да. Мы предлагаем вместе разобраться в процессе, каким образом теперь будет выстраиваться система оценивания успеваемости ученика. Субтитры создавал DimaTorzok Эти первоклашки никогда не получали пятёрок и четвёрок. Но это не означает, что они двочники. Просто они занимаются по системе критериального оценивания. Пойдёмте выясним, как происходит система оценивания и как мотивируют этих первоклашек на успех. Маляка, чем ты занимаешься? Мы делаем суммативные работы. А что это такое суммативные работы? Это задание по познанию мира. И вот это тоже. А вот расскажи, какое у тебя задание? Я смотрю, ты всё там исписала. Ты, получается, всё решила. Всё сделала. А вот если ты что-то не решишь, учительница ругается? Ну, нет. Она объясняет. Боитесь её? Нет. Нет, не боитесь? Задание же, наверное, сложное. Не слишком. Не слишком? А вот скажи, ты знаешь, за что вам двойки и пятёрки ставят? Нам двойки и пятёрки не ставят. Нам ставят баллы. Маляка, ты мне скажи, пожалуйста, кроме познания мира, ещё что-то ты знаешь? Стихи умеешь читать? Да. Да? А какие стихи? Я знаю про Тальяночку и Белую березу. А чьи это стихи? Есенин. Есенин. Можешь почитать? Угу. Давай. Заиграй, сыграй, Тальяночка, малиновый меха. Выходи встречать к окольца красотка жениха. Васильками сердце светится, горит мне береза. Я играю на Тальяночке про синие глаза. Тони зори в струях озёр. Твой выткали узор, твой платок шичьём украшенный мелькнул за косогор. Заиграй, сыграй, Тальяночка, малиновый меха. Пусть послушает красавица при баске жениха. Молодец. Ты себя помнишь в первом классе Есенина? Знала? Нет, не знала. В классе пятом только. Молодец. И послушай, как читает, довольно-таки осознанно, так спокойно, без напряжения. Ты вспомни нас? Вечно нас спросят, встаёшь, семи потами обливаешься, переживаешь, волнуешься. Да, она свободно себя чувствует, молодец. На одном уровне, да? Скажи, с учителем. Объясните мне, пожалуйста, мне, как родителю, у которого сын учится в школе, каким образом я буду узнавать об успеваемости своего сына, если раньше для меня это не составляло труда. Я открывала дневник, там такая графа есть, подпись родителя, я видела отметочки, двойки, тройки, пятёрки. Я прекрасно понимала, успевает мой сын или не успевает. С этого года ввели такое понятие, как критериальное оценивание. Родители, прежде чем ребёнка привести своего в класс, они на первом же собрании, они знакомятся с тем, что же такое критерии. Я вот им объясняю, что вот прежде чем я поставлю оценку, вот это, вот это, вот это мы будем проходить. Ребёнок принёс звёздочку, значит, он молодец, умница, он, значит, совсем справился. Обратная связь может быть ещё такая, что, например, даже в той же самой рабочей тетради ребёнок пишет, а учителем уже дописывать, что нужно сделать, над чем поработать. Ну вот так, а потом уже в конце четверти это всё уже будет по баллам, известно уже родителям, на какую оценку уже ребёнок их отработал. Татьяна Казисовна, у вас большой опыт работы. Вы и в традиционной системе работали, и сейчас практически в эксперименте формативно-суммативного оценивания. Ваша личная оценка, при каких обстоятельствах ученику легче работать, при каких обстоятельствах родителю легче воспринимать эту информацию? Оценка или отметка, мы говорим, что она немножечко ребёнка закомплексовывает. Ребёнок получил два, значит, он, получается, как не готов. Раньше как мы были в такие рамки, да, вот если, например, одно задание, у него там какая-то ошибочка, мы сразу ставили всё, есть ошибка, это уже четыре. Вот те наши пятёрки, которые мы получали раньше, ну, отличник-отличник, но к жизни не приспособлены же, правильно? Мы вышли, мы привыкли жить по шаблону. Вот мы опять выучились, всё, мы дальше должны точно так же действовать. Наши дети сейчас, мне кажется, вот благодаря вот этому оцениванию, они понимают смысл всех тех заданий, и иногда такие вот ответы выдают. До свидания. До свидания. Ох, до свидания. До свидания. Ох, до свидания. Молодцы. Ну что ж, у меня лично сложилось впечатление, что система критериального оценивания во много раз предоставляет более объективную картину для оценивания ученика, как для учителей, так и для родителей. Да что ей говорить, сами первоклашники вызвали у меня бурю восторга. Ну что ж, коллеги, с большим интересом я посетила 59-ю школу лицея. Ну вот буквально вы сейчас, наверное, увидели сами, да? И я нахожусь в некотором замешательстве, потому что эта школа, одна из немногих, которая вошла в систему критериального оценивания. И самое поразительное, что там первоклашники, с которыми я встретилась, они отличаются. Отличаются даже от тех первоклашек, которых мы вот ежедневно, постоянно встречаем. Привыкли видеть. Да, привыкли видеть. Отличаются, знаете, чем? А потому что у них есть свет в глазах, они почему-то мыслят очень быстро, очень неординарно. Там, кстати говоря, одна девочка, она мне сказала, мы не получаем оценок, мы получаем баллы. Да. Да. И сколько баллов в среднем они получают? Ну, вот там какая-то очень странная система, о которой я бы хотела бы сегодня разобраться тоже еще. Много непонятного. Да. Вы знаете, уже более двух столетий образование пользуется отметками. Хорошо это или плохо? И вообще нужны ли эти оценки? Вот сейчас мне бы хотелось обратиться к родительницам, к родителям по этому поводу. Нужны ли отметки в школах? Я мама двоих детей, один из которых сейчас закончил восьмой класс. Дело в том, что мы по семейным обстоятельствам переехали и перешли в другую школу. Ребенок был зажат, закомплексован, новая среда. Таким образом, он не смог себя выкладывать изначально. Именно в знаниях, да? Да, он был где-то закомплексован, не мог высказываться. В результате дома мы готовимся. По моей оценке он готов. Приходит ребенок, открываем дневник, а там оценка тройка, либо двойка. То есть, либо у него небрежное какое-то поведение, либо он где-то отвлекся. То есть, это уже не знание, это просто оценки, я считаю, неадекватные. Я знаю, что у вас случай не единичный, да? Вот здесь Оксана, она является представителем родительского комитета 59-й школы. Я знаю, что у вас тоже есть особое мнение. Притом, мнение не только ваше личное, а родительского комитета, да? Скажите. Да, ну от лица родителей я, наверное, могу сказать, что не всех устраивает оценка 5, 2, 3, 4. То есть, не всегда знание ребенка можно поместить в эти рамки. Потому что не все дети могут талантливо открыть себя. Кто-то зажат, да, у кого-то поведение не такое хорошее, как бы хотелось. То есть, знания у ребенка могут быть на отлично, но складывается мнение, и учитель уже может, в прошествии всей школьной учебы, то есть, ребенка вставить какие-то рамки, в рамки определенной оценки. И уже до конца года вести его по этой оценке. То есть, субъективно, да? Вот, скажем, вы как родительницы, почему вы решили, что ваше оценивание ребенка является верным? Почему вы думаете, что ваш ребенок настолько способен, и в школе его оценивают неправильно? Вспоминая свои знания и помогая ребенку разбираться именно с этими уроками, я понимаю, что ребенок понимает саму тему. И поэтому я считаю, что моя оценка по его знаниям, она относительно адекватная. Ну, правильно, потому что вы же оцениваете содержательную сторону его знаний, а учитель наверняка, вот вы говорите, отвернулся, пробубнил что-то, учитель недоволен и ставит сразу тройку. Критериальное оценивание, которое сейчас вводится с обновленным содержанием в Казахстане, как раз и приводит к тому, что мы развиваем личность. То есть, мы не даем оценку, скажем, мгновенную за какие-то там полузнания и так далее, а мы развиваем личность. Вот сейчас уже первые классы зашли в эту программу с 2016 года, и, кстати, родители очень довольны, очень довольны ученики, очень довольны учителя. Мы вот вопрос ведем именно вот этой системы оценивания. В этом году у нас в ходе обновленного содержания второй, пятый и седьмой классы. Что же такое критериальное оценивание, откуда оно появилось и почему мы сейчас внедряем его в Казахстане? Для разработки системы критериального оценивания был изучен опыт ведущих стран. Это такие страны, как Великобритания, Финляндия, Сингапур. Однако данная система не является копией каких-либо из систем оценивания этих стран. Это уникальная казахстанская модель, которая полностью адаптирована под потребности и культурные особенности нашей страны. Кроме этого, мы постарались и учесть опыт традиционной системы, сильные и слабые стороны нашей системы оценивания. И, конечно же, рекомендации экспертов УСР по данному вопросу. Разработкой этой системы оценивания занимается в Назарбаевых интеллектуальной школе с 2010 года. И мы также планируем дальше развивать наш опыт. Возможно, это и хорошо, знаешь, Лен. Возможно, это начало чего-то хорошего, но как-то слишком резко, мне кажется. Есть такое... Как говорится, всё начинается с сомнения. Наверное, у нас сейчас та стадия, когда мы находимся в стадии сомнений. Ну да, без неё мы не можем дальше двинуться, согласна. Но в этой стадии мы обсуждаем кого? Наших детей, наше будущее. В разработке этой системы мы ставили три основных приоритета. Первый приоритет – это достижение объективности в оценивании. То есть это единые стандарты, критерии оценивания, а также качественные инструменты оценивания. И для того, чтобы... И мы понимаем, что многое зависит также от учителя. Приведу пример небольшой. Я была на собрании и узнала, что учитель географии, оценивая детей по защите проекта, по географии, выставила единственный, используя единственный критерий – это минимальное время на защиту. То есть получается, кто защищался за три минуты, им выставлялась пятёрка. Кто там 4-5 минут, им выставлялась четвёрка. Кто более, там, ещё дальше. Это что? Учительница просто... Это был как критерий, да, основной. Объективно ли такое оценивание? Как вы понимаете, конечно же, нет. Чему она научит наших детей? И, соответственно, конечно же, это очень важно, чтобы у детей была вера в справедливость, правильность оценки и было понимание именно ответственности за полученную оценку. Второй момент – это полезность оценки для ребёнка. То есть нам очень важно, чтобы оценка не выставлялась ради оценки, чтобы она была именно вспомогательным таким элементом, который будет показывать, как дальше развиваться ребёнку. А для этого оценку необходимо, чтобы каждый ребёнок понимал, как, когда и по каким критериям он будет оцениваться. То есть это тоже очень важно. И третий момент, третий приоритет в нашей системе – это предоставление информации для, скажем, государственных органов, качественной, своевременной, для того, чтобы отслеживать качество образовательных услуг, для того, чтобы развивать образовательные программы, для того, чтобы обозначать, как готовить педагога в перспективе. Мой сын тоже в первом классе обучается по этому критериальному оцениванию. В конце четверти я с изумлением узнаю, что у него там четвёрки по нескольким предметам. В течение четверти всё было хорошо. Он приходит домой, меня, говорит, учительница похвалила. Да, с этой стороны критериальное оценивание помогает ребёнку, что мотивирует его, может быть. Но в итоге получается низкая оценка, которая не нравится ни родителям, ни ребёнку. Как же четвёрка низкая оценка? Ну что вы с этим? Ну это низкая оценка. У нас в семье принято быть всем отличниками. Имеется в виду, когда происходит то самое суммативное оценивание, да? Да, да, да. В конце он получил четвёрку. В дневнике этой оценки нету. В дневнике одни смайлики у него стоят в первом классе, там вторая, третья, четвёрки. А потом я, когда прихожу к учителю разбираться, она показывает, вот такая работа у него выполнена, вот так. Я говорю, так почему же вы мне этого не сказали? А у нас родительское собрание в следующей четверти. Что нам делать всю эту четверть? И как на моём ребёнке сейчас, я вот рядом со мной, Анна Минакова, психолог, я хотел у неё спросить, как на моём ребёнке отразится, что ребёнок вроде бы заряжен на учёбу, его хвалят, а в итоге он получает через месяц-полтора обучения оценку, которая не устраивает ни его, ни его родителей. Как вы считаете? Ну вот здесь в данном случае происходит обман и подмена понятий. Вот на самом деле. То есть смотрите, какая штука. Я действительно яркий противник критериального оценивания. Первый довод заключается в том, что любая перемена внезапная, вот то, что сейчас мы видим, это оценивание внезапной перемены для нашего образования, является в психологии кризисом. На сегодняшний день это будет кризис как для педагогов, которые привыкли к традиционной системе оценивания. Их так обучали в вузах, они так получили дипломы. Это будет кризисом также и для детей. Наше общество, наша казахстанская психология, она всё-таки консервативна. Есть правильно и неправильно, достойно, недостойно, добро и зло. У нас действительно очень высокий уровень депрессивности у учащихся. Об этом мы уже говорили, на многих передачах говорили, это обсуждалось. И вот сейчас дополнительный кризис не подстегнёт ли ту ситуацию, которая у нас достаточно нестабильна на сегодняшний день по суицидам среди учащихся? Уважаемая Анна, вот смотрите. Я думаю, Айдана ответит. Вузовская система, это и есть система критериальной оценки. Приходя в вузы, никого это не коробит. Нет, это система, которую в школе не видели дети. Придя в вузы, они с этой системой сталкиваются в первом семестре. И всё прекрасно, всё разбирается. Понимаете, Анна, мне кажется, что всё-таки у вас более субъективное такое мнение. Всё-таки, понимаете, психология, опять-таки, психология какая? У нас советская психология. Я сама учила 4 года эту психологию в советское время. У нас, понимаете, вот эта вот заскорузлая, застоявшаяся система, и мы боимся что-либо экспериментировать. Поверьте, изменения, вы психолог, изменения происходят в доли секунды у людей. Если человек сталкивается с изменением, он адаптируется в доли секунды. Меня не надо в этом убеждать, я буду дебатировать по этому поводу с вами. Вот такие выводы делают, что там депрессия и так далее, что мы всё системы, мы бедные, несчастные дети, современные дети готовы к изменениям. Очень многое зависит от учителя, правильно. Но кроме диагноза нам нужна терапия. И этим как раз мы все и занимаемся. Мы учителей готовим. Да, учителя бывают разные. Им тяжело преодолевать инерцию многих лет, которые были до этого традиционного оценивания. Но, тем не менее, это происходит. Мы ввели эту систему, согласовали, и со всех сторон она была обсуждена. И на самом деле считать то, что она не была опробирована, неправильно. Она опробирована в 30 пилотных школах по всему Казахстану. При этом она опробируется уже с 2015 года. И эта система показала себя успешной и в сельской школе, и в городской школе. И в средней... Я сейчас договорю. Вы, извините, можно я сейчас договорю? А опробируется, я имею в виду, именно в общеобразовательных школах. Слушай, в 30 школах ты об этом что-нибудь слышала вообще? Я, например, первый раз все это слышу. Тоже впервые слышу. У нас в школе такого нет. Второй момент. Вы привели пример о том, что до конца четверти вы не имели. На самом деле это неправильно, это неверная информация. В течение четверти... Как неверные? Вы не верите? Нет, сейчас я вам... В течение четверти я говорю, как система предполагает. То есть в течение четверти по завершению каждого раздела проводится именно суммативное оценивание, где дается результат ребенку. То есть как минимум 2-3 работы ребенок до завершения четверти выполняет. Это очень важный момент. Я это видел. На самом деле. И то, что вы говорите о том, что у нас кризис традиционный и так далее, да, послание президента о модернизации общественного сознания, мы должны готовить людей к открытому, правильному и, самое главное, объективному оцениванию. Я говорила о том, что мы как раз таки уходим от того, что в оценивании играет большую роль компетентность учителя или взгляд учителя нравится, он не нравится. Мы как раз таки уходим за счет чего? За счет того, что есть единый критерий. И все дети, которые сидят в классе, они оцениваются согласно этим критериям. Более того, вот как психолог вы понимаете, что оценка наша традиционная, она обозначает только актуальный уровень развития ребенка. А как раз таки развитие происходит на фоне осознания этой оценки. И для того, чтобы, как выгодски говорил о том, что необходима зона ближайшего развития, вот как раз таки мы нацелены на то, чтобы оценка позволяла создавать эту зону ближайшего развития через критерий, через обозначение того, что ребенок умеет делать, что у него получается очень хорошо, что получается не очень хорошо. Эта система, она состоит из следующего. Называется она критериальная система оценивания. Вот есть формативное оценивание. Что это такое? Формативное оценивание, или есть такой еще термин, который я сегодня буквально услышала от специалистов, формирующее оценивание. То есть формирует знания. То есть в течение учебы, там разбор тематический, допустим, или разбор четвертной, и так далее, темы. Учитель внимательно следит и организовывает процесс. Самое главное, что мне нравится в этом оценивании, то, что нет ограничений. Это полное творчество. И что удивительно в этой системе, что не только учитель может оценить, но и сам ребенок совершенно способен оценить свои полученные знания. Согласно критериям. Они между собой могут друг друга оценить. Вот такой страх. Как же мы будем оценивать? Система такова, что дети могут сами оценить себя, потому что даны четкие критерии достижения. Но в данном случае, вот в этом формирующем, формативном оценивании, важно, что учитель видит пробелы. Он видит, что этот ребенок что-то не освоил, этот ребенок что-то недопонял. И тут идут комментарии. То есть, понимаете, оценивание в комментариях, когда учитель может прокомментировать и дать комментарии родителям. Вы знаете, вот все говорят, финская школа, финская школа. Ах, как хорошо финская школа, да? Вот у них там лучшее образование. Так смысл финской школы – это союз троих. Это учитель, ученик и родитель. Понимаете, родитель путем прочтения этих комментариев начинает понимать, в чем пробел, и занимается именно поэтому. Оценки есть. Баллы. Суммативное оценивание, суммативное, оно направлено на то, чтобы провести систему контрольных работ. То есть после окончания темы, либо после окончания раздела, либо после окончания четверти проводится ряд контрольных работ. И вот эти контрольные работы, они оцениваются не пятерками, не двойками, они оцениваются баллами. И дается система баллов. Почему это суммативное или суммирующее, новое сегодня термин услышал, суммирующее оценивание? Почему? Потому что сумма баллов выводится совершенно правильно. И по сумме баллов ваш ребенок, Сакен, получил 4. Значит, где-то что-то он недоработал. Но это не говорит о том, что он твердый, хорошист. В следующей четверти, безусловно, он к этой системе адаптируется. Это маленький ребенок, правильно, учитель и так далее. Там произойдет какая-то у них синергия. И вы тоже, кстати, поинтересуетесь, где у него были пробелы, почему у него 4. И таким образом у вас суммативное оценивание, вам продемонстрирует итоговую оценку. Я скажу из реалий нашей Астаны. Большая столица, много детей, классы перегруженные. 38 человек в классе моей дочери. И вот представляете, вот они начинают делать, они отвечают на тестовые задания. И семилетки понимают, им объясняют. Значит, всем объясняют, они начинают делать, у шестилеток возникают вопросы. 38 человек. Это получается, где-то 30% учеников начинает учить, учителя заваливать вопросами. По минуте учитель ответит, 40 минут он будет отвечать на все эти вопросы. Совершенно верно. Допустим, учитель математики или учитель русского языка, у него 6 уроков в день. Может быть, 12. Всякое бывает. И у него, соответственно, в каждом классе будет по 30, иногда чуть больше даже человек. То есть в день у него, если 6 уроков, то у него как минимум проходит 180 детей перед ним. Каким образом он будет сейчас выделять этого ребенка? Как он это будет вносить в электронный сегодняшний журнал? Физически 180 детей оценить, мне кажется, при всем желании невозможно. Тут хоть вставай на сторону ребенка, хоть вставай на сторону учителя. У нас прошла апробация в школах. Наверное, мы спросим все-таки у педагогов, кто уже отработал, целый год уже отработал. Это даже не апробация. Сейчас же вся страна зашла в первом классе. Скажите, какие у вас результаты? Многое, конечно, зависит от учителя, от того, как он преподносит, как он ведет этот урок. И благодаря именно обновленному содержанию программы мы можем внедрять критериальное оценивание. Обновленная программа подразумевает один из таких интересных навыков – это навык исследования. Вот с первого класса мы развиваем навыки исследования, где ребенку не преподносим мы уже готовую информацию, а где даем возможность ребенку найти ответ. На самом деле критериальное оценивание – это не просто какая-то капризная придумка новая. Это соответствие абсолютно новому обновленному содержанию. Одно без другого невозможно. В нашей школе в этом году закончили 14 первых классов по обновленному содержанию образования. Все учителя обучены. Это 8 классов с государственным языком обучения и 6 классов с русским языком обучения. Результаты вообще очень хорошие. Посещая уроки, я как в силу своей должности, мне приходилось посещать уроки, наблюдать за детьми, наблюдать за учителями во время урока, во время проведения суммативных формативного оценивания, когда учитель мог привлечь своего коллегу в помощь во время суммативного оценивания. Во время формативного оценивания, когда в течение урока учитель дает ребенку обратную связь. То есть, если ребенок хорошо ответил, все сказал, учитель говорит, да, ты молодец, ты умница, у тебя все хорошо. Но если у ребенка есть какой-то пробел, учитель чувствует, видит, что ребенок, какие-то у него есть нюансы, она им говорит, да, ты молодец, ты умница, но и дает ему ответ, что к чему он должен стремиться. Учитель успевает комментировать всех детей, да, несмотря на то, что там 38 человек? Конечно, успевает. У меня даже будет 40-45, и было у меня, и 45 было детишек, вы знаете, к каждому относилось как к своему ребенку. Как говорится, знаете, я работаю по такому принципу, чужих детей не бывает. Поэтому пусть даже 38 мне легко, я потому что их люблю. Жаль, что здесь нет у нас первоклассник, но у нас здесь есть старшеклассники, которые испытали полностью на себе критериальное оценивание. В прошлой школе нас оценивали по традиционной системе, по пятибалльной шкале. И чаще всего играли такие случаи, как ученик может учить зубрить весь год, но в итоге он получает неудовлетворительную оценку. А бывали счастливчики, которые могли все-таки как-то списать на контрольный или на экзамене. Конечно, по-моему, это нечестно. А вот в нише все по-другому. Все предельно понятно, все прозрачно. Мы можем даже предугадать наши оценки. А что там, списать нельзя? Нет, там действует академическая честность. Не бывает таких случаев, типа счастливчики или форс-мажоры. Все предельно понятно и чисто. Камила, а что значит предугадать оценки? Мы можем примерно уже, как ты трутишься, так и тебя оценивают. То есть это и есть те критерии, о которых вы говорили, да, Идана? Когда мы поступали в нижнем седьмом классе, у нас тоже были такие же сомнения, нам было страшно. Наши родители тоже не знали, как нас будут оценивать, что будет происходить. И именно учителя играли колоссальную роль в том, чтобы объяснить, как это будет, что будет, по каким причинам их сын получит такую или иную оценку. И я считаю, что именно важным моментом является обучить учителей этому, чтобы они могли грамотно объяснить все ученикам, грамотно объяснить все родителям. И это станет гораздо легче. Нам это тоже стало легче. И со временем нам стало понятно, почему мы получили четверку. И это стало возможным, изменить эту четверку на пятерку, подтянув именно те критерии, к которым ты стремишься, в которых тебе не хватает знаний. Идя в Назарбаевскую школу, я понял, что оценки — это не главное. Главное только то, какие знания ты получаешь и как ты эти знания используешь в практике, как ты в жизни используешь эти знания. На мой взгляд, система критериального оценивания наконец-то позволяет объективно оценить успеваемость наших детей. Мне, как маме, эта система импонирует. Я предполагаю, что теперь мы будем получать объективную картину подготовки и развития наших детей. Как думаете? Да, наши дети научатся объективно оценивать себя, выражать собственные мысли, а значит, критически мыслить. Ну и учителя смогут выстраивать траекторию обучения с учетом индивидуального подхода к каждому ученику. И тем самым наверняка у нас повысится качество образования в стране. Это и есть модернизация общественного сознания. Я так думаю, что обязательно мы придем к модернизации, потому что вся система выстроена так, что это приведет к улучшению. С вами был образовательный проект БЛМ. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok